Итак, господа, сегодня на ленте неспокойно, как завещал нам наш Александр. Так сказать, экстренное включение прямиком из ленты. Пацаны начали говорить, что начали прогонять с велосипедами внутри. То есть, 10 лет никто никого не прогонял. И тут, короче, давайте будем прогонять, точно, хорошая идея. Собственно говоря, с этого все и началось. Я, как обычно, приезжаю, ну я в наушниках, ничего не слышу. И, короче говоря, оказывается, мне мужик какой-то, ну новый охранник, говорил о том, что велосипед сюда парковать нельзя. Но это бы ладно, я бы не стал видос снимать. Но, что очень интересно, это типа наш коллега-велосипедист. Самое угарное, что он прогоняет с велосипедом людей, но сам там паркует велосипед в ленте. Прикиньте, это капец, это, ну, как минимум это нелогично, короче говоря. И вот, процесс пошел. Мой велосипед якобы кому-то мешает. При этом, в тот же момент, подходит женщина и говорит, а это ваш велосипед, вы можете его убрать? Говорит, мне. Хотя велосипед того охранника. Нет, это не мой, это вот его, наверное, он его защищает. Вот смотрите, вот этот велосипед мешает, ваш велосипед. Только что женщина сказала, что, женщина сказала, что, так это просто глупо. Я говорю, я 10 лет сюда приезжаю, у меня никто не мог. А мне не помню, сколько тут, хоть 20. Знака нету вначале, что с велосипедом нельзя. Там нету такого знака, пойдемте проверим. У тебя по радио даже объяснили. Есть велопарковка. У меня как будто радио в голове есть. Вы велосипед вот этот уберите, давайте мы сейчас его пододвинем, вот этот велосипед. Давайте, не переживайте. Я его пододвину немного. Он говорит, он никому не мешает этот велосипед. Короче говоря, чем дальше от Москвы, тем вот такого вот больше. Началось отбирательство моего МТБ. Естественно, никто ему не дал этот МТБ забрать. Обиженный ушел обратно на пост. Главное, на маленьких-то бычить получается, а на взрослых нет. Ты что, дурак? Ты что, там в порядке с головой вообще? Я говорю, не дай бог тронешь его. Уйди от меня, сейчас он выскочит, я тебе говорю. Ваш велосипед вот этот стоит. Мы уже общались с другими охранниками, говорили, что чей-то велосипед из охраны вот этот вот. Он здесь пристегнут. Что он здесь делает? Что вот он здесь делает? Я не знаю, что он не мешает. Вот тот велосипед меньше мешает, чем вот этот. Вот, собственно говоря, велосипед этот стоит. Никому не мешает. Кто не должен здесь отвечать за велосипед? Понял? Так, а какая-то дара... Кататься, кататься. Я сам отвечаю за свой велосипед. Вот отвечаю. Так, я... У меня здесь один раз украли велосипед. Только благодаря тому, что я знаком с начальниками безопасности. Вот стоит, велопаркуха, пристегивай. Ни одной камеры, ни одной камеры нету. Камера, вот она, прямо на нее смотрит. Давайте пойдем выйдем, выйдем. Я вам сто процентов говорю, там не смотрит ни одной. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Во-первых, смотрите, знака нету, что нельзя... В углу стоит камера, она смотрит прямо сюда. Она смотрит не на велопарку. Его аргумент был следующий. Я ставлю велосипед туда, где, по сути, пожарный выход. Но его велосипед стоит тоже на той части, где пожарный надо в этот щиток, где у них там огнетушитель и так далее. То есть, по сути, мы оба нарушаем, но его велосипед имеет право стоять там, а мой нет. Хорошо, идем дальше. Я был свидетелей четырех пожаров в Ленте. И ни разу эти двери, вот эти аварийные, они не открывались. Ни одного раза. Вообще ни разу. Вот прям совсем. К нам мужики за пивом приехали, ля какие-то. В ленте что-то горит. Прикинь, в ленте что-то горит. Реально. Дымом воняет, походу, все. Вот это мы вовремя попали. Карни уже загорелось. Наверное, дело обычное. Я Сережу не обманусь. Реально. Собственно говоря, какой смысл от этих вот дверей, когда они ни разу не открывались? А я уж, поверьте, 10 лет на этой ленте, я знаю все про эту ленту. Но это ладно, это все фигня, короче. В самом случае, то что человек думает, что он имеет право трогать чье-то имущество, а потом, короче, понял, что не получится. И все, короче, и перестал. Твой же аппарат, да? А ты дурак, нет? Веди себя нормально, и все, и проблем никаких не будет. Это вот то, что ты сделал, это полный капец. Я не отстану. Вот тебе капец. Капец. Ну все. Ты же здесь живешь, понимаешь? А? Ты же здесь живешь. И что? И что с того? Такого смелого из себя кортишь? Да я тебя посторожу. И все, или что? Ты мне скажи вот про вот этот велосипед лучше. Твой, да? Я сначала думал, коллега, велосипедист. Разве так коллеги поступают, велосипедисты? Почему не коллега, велосипедист? У меня стаж раза три больше, чем у тебя. Изначально я думал, что это наш коллега. То есть у него велосипед там с электромотором там так далее. Думал это шарит. И он еще говорит, понимаете? Мне говорит. Вот этот велосипед стоит много. Ты его уберите. Он стоит потому, что стоит дороже, чем ты его. Выйдешь. В скобочках, его велосипед стоит где-то половину моего. Как бы одна рама Cruel на моем МТБ за тридцатку. Ну, о чем-то да говорит, да? То есть его велосипед в принципе весь стоит тридцатку. Это мой, я никому не дам. Причем он пристегнул его на противогонку. Другой вопрос. А имеет ли он право пристегивать внутри на противогонку? А давайте я на противогонку пристегну прям к ручке вот этой, где это, пожарный выход. Который никогда в жизни не открывался. Это очень важно. Он никогда не открывался. А вот почему приходится его достать? Потому что велосипеды воруют. У меня прям был случай, который в этом месте у меня украли байк. И лишь благодаря тому, что туда была направлена камера и моим небольшим связям, я договорился и получил фотографии того, кто спер этот байк. Мы его нашли через два с половиной часа. Если бы я его поставил на велопарковку, туда не выходит ни одна камера. Вообще ни одна. Короче говоря, друзья, посыл этого видео вот такой. Не ведитесь на подобные провокации. Потому что, ну, к добру это не приведет. Особенно если вы там лет 14. Он чувствует, я над школьниками там вообще покажу. А когда до взрослого человека доходит, я ему прям подхожу. Ну что ты, блин, на детей бычишь? Давай попробуй это на взрослого человека. И все. И тут сразу же мы присели, короче говоря. Вот такой вот случай. Так что будьте осторожны, друзья. У меня также на основном канале есть целый плейлист, посвященный вот подобным личностям. Но я сделал одолжение этому охраннику. Не стал выкладывать на основной канал. Потому что, ну, считаю, не такой повод, так сказать. Хотя мог бы на самом деле. Вот он, замечательный. Короче говоря, здесь подобных личностей. О-о-о, пошел процесс. Все. Короче, кому интересно, друзья, переходите, смотрите. Ссылка на основной канал будет в описании. Это видео, оно также служит как новости для пацанов, которые катаются на ленте. Не ведитесь на эти провокации. Да, конечно, они будут продолжаться. Я надеюсь, конечно, утрясу этот вопрос с охраной. Но, тем не менее, я не всесилен. И, так сказать, это все-таки мы с вами неправильно поступаем. То, что ставим, перегораживаем этот выход пожарный. Несмотря на то, что он ни разу не открывался. Повторю это еще раз, потому что это абсурд какой-то. Типа нельзя ставить. Там даже значка нету, что нельзя велосипед в ленту закатывать. Можно, я бы сказал, даже нужно. Потому что, если стырят, вся надежда будет только на камеры. То есть, он имеет право туда велосипед ставить, а мы нет. Будем, так сказать, терпеливы. И самое, что главное, ждать. Будем ждать и смотреть, как дальше будут развиваться события. Продолжение следует.